Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белоусова Татьяна Геннадьевна, я учитель химии. Сегодня мы с вами в рамках решения задач на растворы получимся решать задачи особого типа. Эти задачи достаточно сложны и связаны с превращениями растворов, и в частности с выпадениями осадков, или наоборот с растворениями осадков. И эти параметры связаны с температурой. Значит, дело в том, что растворимость веществ при увеличении или уменьшении температуры очевидно должна меняться. Существуют специальные кривые растворимости, которые показывают, сколько может быть растворено данного вещества, например, в 100 граммах воды при определенной температуре. Для веществ соли, для кислот, значит, оснований кривые растворимости, как правило, идут вверх, если температура повышается. Но только для газов, наоборот, поскольку газы при увеличении температуры растворяются хуже. Итак, растворимость, сам термин растворимость связан с тем, что он показывает при определенном условии, при определенной температуре, сколько растворено данного вещества по отношению к 100 граммам. Например, если мы говорим о растворимости в воде, поскольку водные растворы нами встречаются чаще, то в результате такого параметра, мы говорим, получается раствор, который называется насыщенный. Раствор насыщенный. И обращаю ваше внимание, что с изменением температуры растворимость, очевидно, будет меняться. Итак, предлагаю нам сейчас решить следующую задачу. Сообщается, что растворимость соли, натрия, фторида, натрия при 40 градусах Цельсия составляет 4,5 грамм на 100 грамм воды. Значит, при такой температуре больше в 100 граммах воды растворить это вещество не будет возможно. Раствор будет насыщенный. Сверху этого перенасыщенный неустойчивый раствор. А при 0 градусах Цельсия растворимость, обратите внимание, становится меньше на 100 грамм воды. Значит, взяли раствор при 40 градусах Цельсия массой 500 грамм. И смотрите, как стоит вопрос. Нас спрашивают, а сколько выпадет осадка, если мы проведем охлаждение от 40 до 0 градусов Цельсия. Вообще, почему должен выпасть осадок? Объясняю. Дело в том, что растворимость при меньшей температуре будет меньше. А следовательно, все избыточное количество этого вещества будет выпадать как осадок. Не потому, что натрия, фтор не растворяется в воде, а это осадок нет. Потому что этому количеству, избыточному соли, растворяться уже будет невозможно. Вода не может растворить избыточное количество этой соли при более низкой температуре. Итак, как же будем решать следующую задачу? Итак, значит, смотрите, получается так, что у нас 4,5 грамма этой соли растворяется в 100 граммах воды. Тогда раствор при 40 градусах Цельсия, вот здесь уточню, что мы рассматриваем вначале при 40 градусах Цельсия. Очевидно, тогда если бы мы приготовили такой раствор, то масса раствора была бы 104,5 грамм раствора. Надеюсь, понятно. То есть мы складываем массу растворенного вещества и массу растворителя. Но давайте посмотрим по условию нашей задачи. Нам сообщили, что раствор взят 500 грамм. И тогда первое действие мы давайте посчитаем, а сколько у нас находится натрий фтор, как неизвестное, как х, вот в этом количестве раствора. Решаем обычную пропорцию. Масса натрий фтор будет находиться, соответственно, 4,5 грамм мы умножаем на 500 грамм и делим на 104,5 грамм. Очевидно, грамм, граммы одни сократятся и в результате у нас получится 21,53 грамм. Значит, вот в этом растворе, который у нас обозначен как 500 грамм, у нас содержится изначально соли 21,53 грамм. Хорошо, теперь перейдем к нашему раствору, который при 0 градусах Цельсия. Итак, смотрите, растворимость в нем изменилась. Теперь у нас содержится 4,1 грамм этой соли в 100 граммах воды. И, соответственно, раствор при этой температуре будет равен 104,1 грамма раствора. Но раствор, который мы имеем при 0 градусах, получен из раствора, который был взят при 40 градусах. И какое-то количество этой соли будет выпадать как осадок. Тогда, смотрите, пусть масса выпадающего вещества в осадке, масса осадка, обозначим ее за х грамм. А значит, у нас масса соли была в растворе первоначально 21,53 грамм. Тогда какая же масса нашей соли содержится в растворе при 0 градусах Цельсия? Посмотрите, пожалуйста, это будет 21,53 грамма за вычетом х. Вот столько у нас в граммах будет этой соли. Но от того, что выпадет осадок, очевидно, изменится и масса раствора. Тогда какая же будет масса раствора при 0 градусах Цельсия после выпадения? Смотрите, раствор был первоначально 500 грамм. Из него х грамм соли выпадет, значит, наш раствор станет 500 минус х. И тогда вот эти данные, которые я получила путем рассуждения, я внесу в новую пропорцию. Итак, тогда у нас соли будет 21,53 минус х. Я подставляю вот сюда. А раствор 500 минус х я подставляю сюда. Все. И теперь мы решаем обычную пропорцию. Только пропорция будет связана с нахождением х. Это будет 4,1 грамма, я не буду записывать, умноженное на 500 минус х, равно 104,1 умноженное на 21,53 минус х. Теперь делаем открытие. Скобок у нас получится при перемножении 2050 минус 4,1 умноженное на 21,53 минус х. Так, перенесем х в одну сторону, цифры в другую сторону. Разница по х у нас получится 100х, а разница по цифрам будет 191,273. Отсюда х находим, он будет равен 1,91 в граммах. Итак, вот такой будет масса осадка. И еще я бы хотела сказать, что задача, конечно, достаточно сложная, но хотела бы пояснить вам, что существует и второй способ решения таких задач. Я бы хотела это записать формулой, и чтобы вы посмотрели, каким из способов вам будет удобно, значит, решить такую задачу. Второй способ. Я обозначу только формулой, решать ее математически не буду, обозначу только пропорциональную зависимость, которая здесь будет. Значит, смотрите, омега-2, которая находится в растворе при нулевой температуре, значит, и, соответственно, умноженное на массу раствора 2, это равно омега-1 при температуре 40 градусов умножить на массу раствора 1 и за вычетом массы осадка. Вот сама эта формула, это так называемый материальный баланс. И тогда смотрите, по цифрам это будет 4,1 деленное на 104,1, это вот это соотношение, которое мы здесь видели, умножили на 500 минус х, где х является как раз выпадающий осадок, а с правой стороны у нас получится 4,5 деленное на 104,5 умноженное на 500 за вычетом х. И вот если мы решим вот такую, расчет сделаем по вот этой формуле, мы придем к тому же самому результату. 1,91 грамма. Уравнение, которое я вам показала, и способ решения такого типа называется решение через материальный баланс. Если вам покажется так решение легче, решайте, пожалуйста, так. Если вам легче понять решение такой задачи через путь, который я показала первым, решайте следующим методом. Поэтому, знаете, я вот даже по своему классу могу ориентироваться. В одном классе, например, так легче понимают, а в другом классе, например, вот этот способ решения кажется детям более легким. Поэтому вы можете решить такую задачу двумя способами. Выберите еще одну задачу, попробуйте решить в том числе и с нами, и посмотрите, каким способом вам такая задача покажется более легкой в исполнении. Приглашаю вас на следующий урок, где мы будем с вами еще решать задачу на растворимость. Не пропустите этот урок. Ну, а на сегодня у меня все. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова